здравствуйте друзья сегодня хочу я вам рассказать кое-какие секреты колиусов ну казалось бы что там с колиусами простые растения травянистые очень легко укореняющиеся и в воде и в перлите и в субстрате и даже некоторые земли их просто укореняют поэтому какие здесь секреты оказывается есть иногда вы при заказе растений у меня спрашиваете подскажите какие сорта будут сильно рослые а какие будут такие компактные и хорошенькие широкие такие кустистые подскажите какие сорта я вам хочу сказать что можно и такие и вот такие сформировать как вам нравится можно вот такие сформировать кустиком компактным а можно и вот такие вот которые по сути своей компактные их вытянуть поэтому все будет зависеть от вас и как это сделать я вам покажу для начала давайте сходим на мою грядку с колесами посмотрим как нынче выглядят мои колеусы ну вот не так все гладко как видится видите здесь немножко кончики такие вот поврежденные это признаки заболевания и вот на этом сорте тоже вот видно что такие коричневые листочки это признаки заболевания листики вот обламываются очень легко прям там растение даже их само скидывает это влияние дождей у нас были дожди туманы несколько дней и вот самые такие растения я бы сказала слабоватые по иммунитету повредились это самое время пока еще болезнь не получила сильного распространения по всем кустам нужно взять черенок это первые уже симптомы вообще в целом еще грядка очень хороша но вот на некоторых отдельных растениях заметно это уже черенок нужно брать срочно и никаких сроков не смотреть ничего не ждать не терпеть еще пусть по пусть пусть побудет нет нужно брать череночек вот видите уже листик опять нашла еще один ну так в целом неплохо но надо брать так ну что у нас кустики есть разные смотрите есть малыши совсем совсем малышечки у которых и череночки будут такие же небольшие вот такой черенок есть немного побольше очень разветвленный можно даже сказать ампельный отнести его к ампельным это индия фрилс у него тоже небольшие черенки с короткими междоузлиями вот такие череночки есть кусты большие высокие вот у которых и формируются большие листья такие большая масса нарастает вот например лемон энд лайм вот такой мощный красивый кустик там это один корешочек но он вырос из одного тоже черенка определенным образом сформированный среди какая богатая богатая листва мощная прямо мощный и вот это тоже выросло все из одного череночка там один корень центре пушистый хороший куст вот еще допустим пустые да это тоже из одного черенка здесь их не несколько здесь всего лишь по одному которые на раз наращивают такую большую хорошую пушистую массу как же это сделать итак мы с вами нарезали черенки обычными ножницами любыми какие у вас есть наличие там секатор ножницы черенки тоже произвольного размера и теперь можно их поделить на более мелкие черенки но уже делаем это при помощи канцелярского ножа обязательно обновляем срез ну и эти уже черенки нарезаем просто канцелярским ножом сразу будет хороший четкий острый срезик вот такие вот череночки здесь есть два боковых уже побега листья можно укорачивать можно не укорачивать при том что мы будем укоренять в воде можно листья не укорачивать ну и пожалуй еще один возьму вот будет два промежуточных и один верхушечный в итоге у нас одной веточки получилось 3 череночка обычная произвольное количество воды в стаканчик ну там по сорта можно их раскладывать или как вам нравится просто ставим водичку ну примерно наполовину высоты череночка чтобы вода была ну конечно их с ушами утапливать там не рекомендуется и порядка хотя бы от трех дней постоит черенки постоят черенки в воде и на них уже будут образовываться зачатки корней вот у меня есть такой пример здесь правда вот этот череночек стоял реально дня наверное 4 всего я остальные черенки все высадила а этот еще даже вот листики немножко подвявшие и вот у него есть вот такие вот зачатки корней видите то что у него немного подвядшие листья это ничего страшного просто листья у него такие большие лопушистые это versa бургунди ту грин черенок снят с растения которое росло под лампами вот и вот в таком состоянии тоже можно их высаживать ну не дожидаться вот до такого состояния как вот на этой по ней много-много корней можно конечно и дожидаться можно и не дожидаться я вам хочу показать как очень просто я делаю обычный свой универсальный субстрат ну просто с добавлением перлита чтобы он был более легкий просто насыпаю в 200 граммовый стаканчик поскольку этим растением здесь придется жить какое-то время и просто можно даже прямо сразу воткнуть ну можно для надежности и для слабонервных сделать просто стал дырочку небольшенькую и вставить сюда черенок все ничего особенного делать больше не нужно приминать не нужно просто слегка слегка польем водичкой все вот такой способ ну примерно на 3 4 сутки череночек уже будет тургор восстановится в нем и он уже начнет переходить на настоящие корни дальше что мы сделаем через какое-то время примерно через недельку у вас будет вот такая вот корневая система но черенок он растет вот в один стволик а чтобы нам получить хорошие красивые кусты которые мы видели на улице нужно некоторые хитрости сделать с этими растениями это не помешает и таким широколистным растением крупным и мелкошечкам у которых листик мелкий и растения сами по себе любят ветвиться я это называю давайте по угнетаем немножко черенки немножечко растения по угнетаем первонаперво прищипнем верхушку либо это будет тот самый промежуточный черенок который мы с вами срезали первоначально ну тогда у него будет вообще одно междоузлий вот здесь вот но здесь у меня два междоузли ну и уже проснулась 6 побегов вот 1 2 3 4 5 6 побегов то есть этого кустика маленького укорененного черенка уже будет хороший разветвленный куст если мы его будем высаживать в открытый грунт либо большой горшок но вот и нужно нам добиваться даже для таких вот крупнолистных таких большущих кустов которые растут большими огромными шапками чтобы наш черенок уже в черенке растения было разветвленное тогда залог успеха нам обеспечен ну а если мы хотим использовать мелкие сорта мелкашки я их называю те которые дают сразу изначально такие вот пышные разветвленные кусты то прищипки тоже не повредят потому как при недостатке освещения побеги также пытаются вытянуться они хоть и пробуждаются вот они раз два три четыре пять шесть тоже шесть побегов и в еще в каждом междоузли у них есть маленькие побеги но основные вот они куда-то вытягиваются поэтому их также можно обрезать и это будет стимулировать еще лучшее обрастание и развитие такого вот хорошего широкого кустика и при высадке вот такого посадочного материала конечно быстрее будет наращиваться такая вот плоская шапочка ну вот в этом черенке мы видим что как бы есть зачатки здесь боковых побегов но их бы желательно пробудить каким образом в данном случае можно использовать просто вот так прищипку макушки и все это как бы не будет еще никак сильно на внешний вид пока никак не повлияет просто нет макушечки вот в этом сорте в нем ничего прищипывать не стоит потому что этот сорт очень уж карликовый я вам показывала какой он есть на открытом грунте в грядке и вот сейчас у него такая яркая сочная краска и уже в каждом листике в пазухе и вот уже есть свой собственный побежек маленький здесь просто для укоренения можно взять два черенка из этого большого можно взять два больше здесь ничего не возьмешь они очень очень короткие уж прям сильно мельчить даже можно прям так поставить и укоренять ну получится немножко такой под вытянувшийся такое растенийцы кореняшка но будущем можно вот так вот прищипнуть также макушечку и будет она разрастаться вот у этого сорта вот такие вот аккуратненькие побеги вот то что с открытого грунта это индия фрилс вот он тоже такой очень короткие междоузли и в каждом в каждой пазухе уже боковые есть побеги вот я буквально вчера пересаживала свои черенки которые укоренялись в воде их рассаживала по стаканчикам еще здесь корней пока не видно но видно что они уже все бодренькие стоят у них уже листики поднимаются вот листочки уже тургор набрали то есть взялись они уже за землю как это можно так сказать по простому что они уже начали обрастать в земельку вот здесь вот длинный очень черенок очень длинный не стала я его резать думаю пусть он сначала приживется потом я его начну гнетать и терроризировать то есть сниму с него еще один черенок окраска такая яркая сочная у тех черенков которые взяты были сейчас летние набрались хорошо света солнышко они вот какие сочные а вот эти черенки стояли раньше и уже под освещением искусственным у них конечно побледнее цвет но они все проявят свою окраску при том что они попадут на хорошее освещение на открытый грунт еще раз хочу вам заметить есть сорта такие голенастенькие которые если высадить черенок в одну палочку он и будет расти палочки разрастаться будет медленно вот допустим вот такой вот вот к тому склона мозаика вот видите я его обрубила так скажем он был верхушечный и подтянулся и вырос такой вот длинненький его я обрезал теперь у него вот просыпаются боковые и этот можно даже еще раз делить еще брать с него же с него же с этого же черенка еще раз брать черенки к тому склонен андель си лайм-шримп вот такой вот сорт фиолетово-зеленый и перышки тоже склонны к этому но как вы заметили я вам показала на улице как они выглядят если мы их прищипываем уже прямо в черенках прищипываем то они дают хороший разветвленный пушистый кустик такую куртиночку это всего лишь с одного лишь корешочка поэтому черенках используем прием угнетения наращиваем в маленьком объеме почвы наращиваем дополнительные побеги и вот таких вот уже более разветвленных уже будем высаживать либо в горшок либо на открытый грунт ничего страшного если они растут в маленьком объеме почвы это не страшно растение от этого не страдают состарившиеся ткани побеги и вот здесь вот в основании в те которые таки толстые уже стволы и которые могут образоваться за зиму если мы будем держать вот в ущемленном состоянии свои растения в небольшой таре это не помешает это наоборот усилит их ветвление вот эти мои черенки вот видите они также все у меня пострижены коротко причем неоднократно и вот сейчас недавно у них была очередная стрижка и стакан у них квадратный пол литровый здесь видно в основаниях уже такое одревеснение это растение такие уже весенние как раз с весны и здесь они живут ну почему не потому что я вот ну так издеваюсь над ними потому что мне для продажи полочки там где я продаю вот там они невысокие и сейчас они после стрижки опять обрастут вот новая зелень у них уже вот появляется новые побеги появляются и пройдет буквально еще дней десять их можно уже выносить на эти полочки выставлять то есть они будут компактные все хорошо облиственные под этим светом здесь вот более менее освещенные у меня такая из естественный свет сюда хороший попадает и они наберутся уже яркой сочной окраски ну пусть она будет не такая как на улице но она все равно будет сочная и красивая яркая я их смогу уже вынести на продажи ну вот друзья рассказала вам все показала как у меня растут колеус и какие секреты для пышных кустиков все это вы теперь знаете но вы обязательно у меня спросите а как же нам сохранять колеус и зимой дома допустим при осенних посылках получаете вы к себе череночки что с ними делать отвечаю прежде всего прежде всего колеус очень требователен к освещению поэтому наши череночки которые в стаканчиках укорененные либо это были будут срезы которые вы сами укорените либо это будут готовые такие растения стаканчиках их выставляем на самые козырные места это самые освещенные на окнах на самых солнечных окнах места немножко подвиньте другие свои растюхи которые вы там уже поселили выделите место для колеусов потому что свет для них это определяющий фактор зимой дальше что вы должны обеспечить это температуру колеусы очень теплолюбивые растения поэтому даже легких похолоданий они не терпят и как я вам показала начинают повреждаться всякими заболеваниями смысла нет их нам определять мы видим просто что они повреждаются значит нужно просто обеспечить хорошие условия условия теплые не ниже 15 градусов это будет хорошо при 18 градусах на открытом грунте колеусы уже так через так начинает себя не очень хорошо вести вот у нас допустим сейчас уже холодает и становится ночами до 10 градусов опускается температура иногда вот следствие чего и вы видели я вам показала листики уже начали повреждаться ну а днем уже и 18 бывает и 20 ну вот где-то при такой температуре вот колеусы еще неплохо себя чувствует поэтому я скорее стараюсь взять из них черенки поэтому вы зимой должны обеспечить такую температуру не ниже 15 градусов хорошее освещение далее питание зимой нет смысла содержать растения в больших горшках но вот просто нет смысла я вам показала что лучше пусть они будут в не стесненных условиях в угнетенных лучше вы их несколько раз на прищипываете чтобы у вас разветвленные были кустики и у вас можно было потом взять череночки это им не повредит это будет не страшно обеспечить влажность достойную это легко то есть вы увидели листики хорошо транспирируют у большинства сортов такая крупная листва она хорошо активно дышит испаряет поэтому увидели подвидают можно полить в первую половину зимы кормить не стоит ничем потому что это бы стимулировало нарастание растений но нам ведь первую половину зимы это не нужно нам нужно просто сохранять растения чтобы они вот просто были а вот во вторую половину зимы то есть после января уже можно заниматься различными подкормками добавлять питание в нашу поливную воду концентрация конечно должна быть слабее чем бы вы работали с этими веществами на открытом груди какими удобрениям будет подкармливать ну чтобы не ошибиться берите любое комплексное минеральное удобрение полного состава то есть там должен быть азот фосфор калий и микроэлементы ну обычно производители весь комплект микроэлементов сразу состав удобрения вводят поэтому как это будет удобрение называться даже значение не имеет главное чтобы она содержала в себе и азот и фосфор и калий и микроэлементы и примерно в одинаковых может быть даже количествах но пусть немного будет какого-то элемента больше для колиусов это большого значения не имеет будет хорошее содержание фосфора и это неплохо будет много калия для колиуса и это не не проблема азот будет значит будут кусты лучше развиваться но микроэлементов должно быть достаточно потому что это наша пигментация это наша яркая сочная окраска которая обеспечивается не только освещением но и наличием минеральных солей почве ну вроде бы все что я вам рассказала вроде бы все но по укоренению возможно вы еще дополнительно захотите знать как же лучше укоренять колиусы да как вам угодно кому как нравится я уже в начале сказала они укореняются в воде легко они могут укореняться в перлите вермикулите в таком торфяном субстрате в мхе сфагнуме и хорошо укореняются и даже есть случаи когда и просто при посадке в землю тоже укореняются ну здесь раз на раз не приходится поэтому четко работать землей я бы не рекомендовала просто можно поставить водичку и они легко легко дают корешочки самые хорошие черенки это вот осенние которые имеют толстые такие стволы крепкие хорошие напитанные солнышком укореняются они отлично и практически никогда не загнивают ну вот дорогие друзья рассказала я вам по секрету на весь свет все свои тонкости и тонкости такие которые я подметила и которых возможно в литературе не прочитаешь и никто вам об них не расскажет ну на этом думаю все если у вас остались еще вопросы обязательно пишите если вам понравилось делитесь этим видео подписывайтесь на мой канал а я с вами прощаюсь всего доброго доброго